Инцидент или система? Почему США оставили Украину без денег и чем поможет ЕС? На минувшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине. Учитывая, что США является крупнейшим донором помощи для Киева, решение американских властей вызвало широкий резонанс. Брюсселе по этому поводу удивлялись и сожалели, а в Украине задались резонным вопросом – что это было, инцидент или система? Тактика Вашингтона изменилась. США оставили Украину без денег? 30 сентября Палата представителей Конгресса утвердила проект продления финансирования правительства США на 45 дней до 17 ноября. В тот же день документ одобрил Сенат, а затем подписал президент страны Джо Байден. Таким образом, властям США удалось отвезти страну от шатдауна, который уже 1 октября мог привести к приостановке работы правительства и оставить без работы и зарплат сотни тысяч бюджетников. И пока в Белом доме вздыхали с облегчением, пускай даже временным, на другом конце планеты очевидно было не до оптимизма. Ведь из временного бюджета были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине, на чем настаивали республиканцы. Вслед за этим прозвучало немало интересных заявлений со стороны США, ЕС и, конечно, Украины. О том, что Украина больше не является приоритетом для США, а значит число налей в суммах для Киева отныне будет постепенно уменьшаться, в Вашингтоне, конечно же, открыто не говорят. Но косвенно это уже прозвучало. Общий посыл заявлений, который можно было слышать в последние дни из уст представителей Белого дома, Пентагона и Госдепа, примерно таков. США хотели бы всячески поддерживать Украину, но имеющихся средств у Вашингтона хватит от силы на пару месяцев. Что касается долгосрочной поддержки, то там все неопределенно. И дело уже не только в бунтующих республиканцах, которые зажимают деньги для Украины. В Вашингтоне заявили, что условием для дальнейшей помощи Киеву является борьба с коррупцией. Другими словами, украинской вертикали власти предложили победить саму себя. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрации президента США нет средств на долгосрочную поддержку Украины. Средств достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя. Но это не долгосрочное решение, сказала Жан-Пьер. О том, что США исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины, заявил и заместитель главы Пентагона Майкл Маккорд. По его словам, у Пентагона осталось всего лишь 1,6 миллиарда долларов из 25,9 миллиарда долларов, ранее выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов, поступающих в Украину. Также у Пентагона осталось чуть более 5 миллиардов долларов для предоставления вооружений и своих запасов. Маккорд уточнил, что оставшихся средств для помощи Украине хватит примерно на 6 месяцев. И это при условии, что расходы останутся на нынешнем уровне. То США потребовали от Киева. Но, пожалуй, самым интересным было заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, который увязал борьбу с коррупцией в Украине с поддержкой Запада и даже членством в ЕС. «Я часто вижу, что это – борьбу с коррупцией – изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конечном итоге реализовать свои европейские устремления – стать членом ЕС. И это, безусловно, правда. Вы видите членов Конгресса, которые хотят, чтобы Украина приняла меры по борьбе с коррупцией. Вы видите, как члены ЕС говорят, что хотят этого, и поэтому важно, чтобы Украина показала, что она предпринимает шаги в данном направлении», – сказал Миллер. Еще более прямолинейно на эту тему высказался рупор Белого дома телеканал CNN. США все чаще призывают Украину делать больше для борьбы с коррупцией в правительстве. В течение последних недель Киеву было направлено несколько уведомлений, в которых указывалось, что определенные виды экономической помощи со стороны США будут связаны с прогрессом Украины в реформировании ее институтов, – сообщил CNN. Данную информацию телеканалу подтвердили несколько американских чиновников. В прошлом месяце в украинских СМИ разлетелось письмо, в котором Вашингтон требовал от Киева осуществить в стране целый ряд реформ, если Украина хочет и дальше получать от США военную поддержку. В частности, содержание письма опубликовало украинское издание «Страна». В нем были расписаны реформы, которые Киев должен осуществить в течение 3, 6, 12 и 18 месяцев. При этом некоторые пункты были представлены как требования ЕС и международных финансовых организаций. Вскоре подлинность письма подтвердило посольство США в Киеве. Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают, говорится в заявлении. Тактика Вашингтона изменилась? Из всего вышесказанного делаем сразу три вывода. Во-первых, участие в боевых действиях с Россией, неважно, насколько это было выгодно Западу, вовсе не станет пропуском для Украины в ЕС или НАТО. Об этом украинским властям объяснили еще на июльском саммите Североатлантического Альянса. И сейчас повторяют снова, если те чего-то не поняли. Чтобы интегрироваться в западный мир, Украина должна будет провести реформы. Проблема в том, что их можно выполнять до бесконечности. Особенно, когда до конца не понимаешь, чего от тебя хотят. Та же Турция стоит на пороге уже 40 лет, а двери все закрыты. Во-вторых, США впервые начали увязывать с проведением реформ оказания военной помощи Украине. Это говорит о том, что тактика Вашингтона в отношении событий в Украине в корне изменилась. До сих пор единственное, что требовали США от Украины – продолжать боевые действия. Американские власти были готовы закрывать глаза и на распил финансовых средств в Киеве и даже на то, что западное оружие наводнило черные рынки. И вдруг для Вашингтона реформы стали приоритетнее боеспособности украинской армии. Отсюда третий вывод. Судя по всему, украинский проект в своей текущей версии близится к завершению. Конечно, в один момент все не закончится. Некоторое время стороны будут искать развязки. А параллельно с этим власти США еще одобрят парочку новых пакетов помощи Украине. Полагать, что республиканцы вновь упрутся и заморозят помощь Киеву навечно, было бы наивно. Какими бы ни были разногласия между политическими силами внутри США, на внешнеполитическом курсе страны это не отразится. Утешительный приз от ЕС. Чем поможет Евросоюз? На этой неделе роль хорошего полицейского досталась Евросоюзу. Брюссель соболезновал Киеву по поводу заморозки финансирования со стороны США и уверял в вечной поддержке. Мол, помощь со стороны ЕС будет оказываться Украине независимо от действий американских партнеров. В качестве утешительного приза для Украины главы МИД стран ЕС 2 октября провели в Киеве неформальное заседание. К слову, это первый случай, когда подобная встреча проводилась за пределами ЕС. На мероприятии обсуждалась финансовая поддержка Киева, а также возможное вступление Украины в Евросоюз. «Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу», – отметил Боррель. Дипломат уверял, что будущее Украины в ЕС. Однако для того, чтобы стать членом европейского сообщества, необходимо заставить украинское общество работать. По словам Борреля, это будет трудный бой. Говоря о сроках вступления Украины в ЕС, глава европейской дипломатии сказал следующее. «Вступление Украины не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже. И здесь, пожалуй, комментарии излишни». Более конкретно на этот счет высказался глава Евросовета Шарль Мишель. «Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу», – сказал чиновник в интервью «Шпигель». При этом, по его словам, никаких политических скидок для Украины предоставляться не будет. «Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства», – сказал Мишель. Примечательно, что по итогам саммита в Киеве Боррель заявил, что министры ЕС так и не смогли договориться о выделении Украине помощи в размере 5 миллиардов евро на 2024 год. Однако уже на следующий день в Киев пришла утешительная новость о том, что Европарламент собирается выделить Киеву не 5 миллиардов евро, а в 10 раз больше. С одним нюансом – деньги будут поступать в Украину до 2027 года, и не просто так, а в обмен на реформы, в области цифровизации, интеграции в европейские рынки, развитие человеческого капитала и энергетической независимости. То есть уже сейчас из слов европейских чиновников следует, что членство Украины в ЕС – весьма отдаленная перспектива, которая к тому же требует выполнения ряда реформ. При этом, по сути, речь идет о реформах, которые можно выполнять разве что в условиях мирного времени. А значит, в интересах Киева как можно быстрее завершить боевые действия и приступить к реализации требований Евросоюза. На что Брюссель, похоже, и рассчитывает. Был ли искренен Боррель? Во всей этой истории, пожалуй, самым интересным является вопрос, был ли искренен Боррель, когда сказал, что в ЕС удивлены решением США исключить помощь Украине из временного бюджета. «Мы были удивлены тем, что в последнюю минуту было принято решение, о котором нам приходится глубоко и основательно сожалеть, и мы считаем, что это не последнее слова», – заявил дипломат. Если решение США действительно было неожиданным для Брюсселя, то впереди европейских функционеров ждет еще много сюрпризов. США не ведут войн у себя под боком, поскольку понимают, к чему это приведет в будущем. Поджигая в Сирии, Ираке, Афганистане, американцы наверняка понимали, куда хлынут десятки тысяч беженцев из разрушенных стран. Точно так же США понимали, на кого ляжет бремя последствий конфликта в Украине. В ближайшее время Вашингтон закроет для себя украинский проект. Но сможет ли это сделать Евросоюз, учитывая, что война идет на европейском континенте? В то, что Брюссель не понимал, каков будет исход, верится с трудом. Но, вероятно, личные интересы европейских элит перевешивают национальные. В конце концов, войны – это еще и грандиозный распил, как бы жестоко это ни звучало. А что же Украина? Заморозку помощи со стороны США прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Вопрос в том, что случилось в Конгрессе в прошлые выходные. Это инцидент или система? Очень точно подметил дипломат. Похоже, события в Украине приближаются к той точке, после которой вопросов уже не остается.